Вышла поснимать на улице, а здесь соседи. Кто пилит, кто рубит, кто ремонтирует. Вот так и поснимала. Всем привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сейчас мы с вами пойдем, скорее всего, домой. И знаете, сегодня будет видео вау. Отдали две сумки, а там такое. Ой-ой-ой, девчонки. Это просто женское счастье. Ну давайте, наверное, пойдем домой, потому что здесь много шума. В следующий раз покажу вам наш сад, а я вам сегодня покажу, что же там такое классное вот в этих двух сумках. Ну вот я дома, и давайте смотреть. Ну, во-первых, две сумки. Одна сумка такая, она винтажная, пожившая, но видно, что хорошая марка. Марка, как это называется, фуши. Нужно погуглить, посмотреть, что это за марка. Сделана такая под известную марку. И у нее такой цвет баклажанный. Сейчас здесь отсвечивает. Ну, на самом деле, такой баклажан. Сейчас я покажу, что там все делано. Хорошо. До сих пор я вам не сняла, что же, как можно отреставрировать сумки. И вторая эта сумочка, наверное, это часть, как бы, для чемодана. Это сумочка-косметичка или шляпница, не знаю, как ее назвать. Вот такой известной марки, очень качественная. Ну, все, не буду вас долго томить. Открываем. Кто смотрит меня давно, то знает, что с недавнего времени я увлекаюсь винтажными вещами и ретро, хожу на блошиные рынки. И вот недавно я познакомилась с женщиной, я вам уже рассказывала, купила у нее несколько вещей. И, знаете, мои хорошие, в конце блошиных рынков Иногда люди просто все оставляют. Оставляют вещи, которые им не нужны, и где-то в уголке или просто перед своим таким столиком написано, можете забирать или сами объявляют. И мы разговаривали с этой женщиной. Я рассказала, что блогер, что из России, что занимаюсь, вот что у меня в свой магазинчик. И поговорили, я кое-что купила, и она предложила мне забрать вот эти две сумки. Она мне сказала, забирай, я думаю, что тебе понравится. И я спросила у нее, что у нее есть из винтажных украшений, из одежды и из духов. И посмотрите, что она мне отдала, девчонки. Это, конечно, не полноразмерные версии, а миниатюры, но все в коробочках, и это стоит, ну, просто это нереальное богатство, потому что есть люди, которые коллекционируют ароматы. Кое-что в коробочках, кое-что нужно туда поставить, потому что, ну, все в таком виде, нужно заниматься этим. Я просто вам сегодня показываю. Если вы хотите обзор, я сама еще до конца все это не рассмотрела, нашли только вот, не нашли, а недавно совсем были на Браканте. И вот здесь есть, конечно, и очень дорогие ароматы. Давайте чуть-чуть посмотрим. Вот, посмотрите, например, Баленсиага. Думаю, что многим-многим известны эти ароматы. Я буду с ними знакомиться. Как раз у меня совсем недавно, кто смотрит меня в Инстаграм, была идея создать рубрику «Винтажные ароматы», так как у меня много полноразмерных винтажных ароматов появилось. Я тоже их покупала, мне их отдавали. И я нашла книгу очень красивую о винтажных ароматах. И посмотрите, подфартила. Некоторые ароматы я даже совсем и не знаю. Некоторые известные. Вот Шерлемар. Ой, Шерлемар Герлен. Шан-Зализе. Так что пишите, будет вам интересно такой обзор. Вообще показать вам, что есть в этих коробочках. Или вам неинтересно. Мне вот самой интересно. Энгоист Шанель. Так, нос у меня так и хлюпает. Вау. Вообще не знаю, здесь, наверное, какие сокровища, девчонки. Такая красота. Как интересно. Напишите мне, кто коллекционирует ароматы. О парфюменте с зеленым чаем. Это Фабрике Амфранс Сюде. Известный Трезор. Ланком. Что здесь такое? Жан-Пату. Очень-очень много ароматов. Органза. Живанщи, моя любимая. Я не знаю, насколько здесь. Наверное, тысяча рублей. Потому что есть, на самом деле, видны раритетные ароматы. Просто вот женщина не захотела продолжать свою коллекцию. И, наверное, уже не будет продолжать браканты, так как она переезжает и освобождает дома очень часто. Поэтому, так как мы симпатизировали с ней, она решила сделать мне вот такой шикарный подарок. Так что пишите. А вот это что такое? А, это, видно, были сигареты и в Сен-Лоран. Сигарет уже нет. А что же здесь? Сейчас сумка поставлена. Очень я люблю таких пожилых француженок. И на речи. С таким шиком и классом. Вы многие спрашиваете меня, лолики. Здесь, наверное, такие красивые ароматы. Их нужно видеть. Если хотите, я все открою. И потом просто-напросто вам сделаю обзор. Посмотрите, какие шедевры. Просто шикарные. Такие бутылочки. Я буду их хранить. Некоторые в двойном, в тройном экземпляре. Некоторые вот без коробочек. Попались в Мюге 83. Ландыши 83. В общем, люблю я таких француженок. И на самом деле, вы меня очень спрашиваете часто дать адрес вам. Ну, девчонки, какой адрес я могу дать? Что на одежду, что на блошинные рынки. Просто, что я делаю, каждую субботу забиваю в гугле «Бракант Нотру Регион» и «Сон» или те регионы, которые действуют в современной духе. Которые находятся в нашем регионе или поблизости. Мы просто едем. Это как прогулка, потому что часто они находятся в таких красивых местах, возле замков. Иногда, конечно, и на парковках, возле супермарше. Ну, что самое главное, что я не могу вам точно сказать адрес. Иногда можно ничего не найти. А иногда можно найти шикарные просто вещи за копейки. Но не нужно обрезговать. Иногда ты смотришь, просто навалена какая-то ужасная куча. Что здесь такое? А, вот какая-то шпилька такая. Красивая. И нужно смотреть, нужно одеваться соответствующе. Нужно, естественно, это вам не магазин, это вам не люкс. Нужна насмотренность, нужно знать, зачем вы пришли. В общем, девчонки, я счастлива. Пишите, если хотите обзор на все эти ароматы. Я прям буду открывать, буду рассматривать с вами флакончики, читать, что это, как это, запахи. Запахи, то есть, вообще, ну, я в шоке. А вы? Все, целую, обнимаю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok